И всем привет ребят, с вами Сарваник и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и одной из тех пушек, которой я в последнее время не отдавал особо большое значение. Записал один видеоролик с тем устройством, которое вы просили, ну а сегодня решил просто взять и потестить, возможно и с лучшими, как по мне, устройствами на эту пушку произошли какие-то изменения. Сегодня у нас будет рельса, викинга рельса с скаутом, то самое устройство, которое я считаю лучшим, ну наверное уже на протяжении довольно длительного периода времени у нас в игре для этой пушки. Ну и по корпусу викинг, я думаю, что это тоже самый лучший оптимальный корпус для матчмейкинга. Будем стараться сегодня показывать и смотреть, может ли вообще рельса сейчас что-либо в матчмейкинге. Да, если вчера я тестировал гиперпространственные снаряды и сумел там дать порядка 25 киллов, то здесь на скауте хотелось бы увидеть, может ли это устройство на данный период времени давать больше 30, 35, 40 киллов. Если это так, то значит скаут до сих пор жив и до сих пор это устройство является тем самым имбовым нагибающим устройством, которое стоит использовать в матчмейкинге. Просто у нас рельса потихонечку ушла на какой-то второй, может быть даже третий план, ее практически никто сейчас не использует в матчмейкинге. Ну и по резистам в бою вы тоже видите, что например вот у противников из скольки здесь наверное 12 противников, только у четверых есть резист от рельсы. Это очень и очень мало, поэтому пробуем, стараемся, посмотрим получится, не получится все это дело у нас сегодня реализовать. Если получится, то будет очень круто, если где-то овер 30 киллов бахнется, нормал дэнс, значит рельса все в тех же замечательных нагибаторских кондициях находится. Вот интересно только мне тот момент, что иногда урон не регает, как-то странно все это дело замечать, уже две рельсы таких у меня вылетело. Надеюсь, что особо больше таких моментов я встречать не буду, желательно сейчас пробовать какую-то позицию, им поинтереснее занять и там уже стараться накидывать как можно больше дэмэджа по противнику. К слову, на этой карте, на темпле очень круто залетает Хоппера Гаусс, я помню здесь есть такие сверху интересные позиции, на которых можно очень жестко на вражескую базу накидывать дэмэдж. Но сегодня у нас Викинг Горильсай, поэтому смотрим, что у нас в этом плане будет получаться. Есть два противника, сквозную выдаем по 1800, добавку на сквозную не заработало. Добиваем Хантера здесь, ну и стараемся вкидывать дэмэдж, хотел по нижнему попасть, наводочка залетела по верхнему, неплохо, неплохо. Так, ну и мне где-то надо овердрайв прожимать, я пока, если честно, не особо знаю, где мне лучше его вдарить. Постараться заехать, нет, на центре там точно нет никакого особо резона вкидывать его. Ну и о том, что я говорил в предыдущем видеоролике, кто смотрел видос с гиперпространственными снарядами, то, что на них вы можете максимум выдать одну рельсу с повышенным уроном, здесь же ситуация обстоит намного лучше. Вы здесь можете целых две рельсы с повышенным уроном накинуть, и в определенных моментах это будет очень жестко решать. Наверное, вот здесь стоит поражать овердрайв. Очень хорошая позиция, открывается противник, как раз можно здесь еще добавить. Ну и четверку-пятерку киллов. При такой ситуации это очень неплохой результат, плюс возможность накидывать неплохие критические уроны 12 киллов за 3 минуты. Неплохой показатель, неплохой, при том, что это, наверное, не максимально удобная карта для рельсы. Хотя, наверное, можно здесь тоже давать около 30 в легкую, но пока не особо сильно идет. Стараемся, пробуем, посмотрим, что по итогу получится. Добавляем плюс кильчик. Ну и было бы неплохо сейчас найти каких-нибудь ваншотиков. А то я вот накидываю по таким вот мамонта твинсам очень долго и очень много пил надо на такие моментики потратить. Ну, стараемся, стараемся. 14 киллов за полубоя. До 30-ки долететь надо. Надо еще пару овердрайвов прожать. Пока я прожил только один, это очень плохо. Лучше стараться, конечно, быстрее прожимать овердрайвы. Пусть и не такое большое количество киллов я буду забирать, но... Блин, ну зачем чел мне мешает? Но зато... Не, а спецом мешает. Но зато будет очень даже неплохо. Викорик слил меня, а не слил ху-режим, который был... Странные, конечно, моменты в матчмейкинге иногда происходят. Я не совсем понимаю логику противника. Когда так чел начинает упарываться, когда у него есть легкая цель, легкий фраг. Но он берет и зачем-то выбирает другого себе. Не знаю, странно. Два выстрела по 3-800-3-600. Плюс есть овердрайв. Отличная позиция есть также для прожать. Примерно на той же самой встанем сейчас и попробуем вкинуть. Если получится, будет очень круто. Да, в принципе, на нее можно и так же само залетать. Плюс килл. Сразу разворотка. По шафту. За стенкой там никого нету, к сожалению. Кидаем вправо. Вправо не успеваем перевестись. Стараемся накинуть по рельсочке. Появляется у нас бустерочек. Сразу накидка по двум танкам. И здесь меня Вика Риг забирает. Две минуты до конца 25 киллов. 25 киллов. Рельса жива. Просто жива. Она наваливает очень дико. И резист практически нету от нее. Это очень круто. Блин. Не попал. Если бы я еще все выстрелы попадал. Я думаю, что я бы мог бы дать... Ну, киллов 40 вообще в легчайшую. Так, прыгаем. Хорошо. И мы это не будем саппортить. В связи с тем, что он мне мешал. Я его сейчас перевернул бы. А он мне бы опять начал бы мешать. Нафиг он мне нужен. Такие чувы, которые не на команду играют. И не пойми чем занимаются. Лучше я греха подальше не буду ему помогать. Раз он такими вещами промышляет. Так, хороший выстрел. Добавки не случилось. Но еще вот здесь вот по страйкерочку. Надо бы и овердрайв успеть набить. У меня 90%. В теории овер должен быть. Должен быть. Главное не слиться с этой позиции. Мне показалось, что чел по бровке едет. Он оказывается не бровочку разыгрывает. Так, шафта вкинул. Ну и все, овердрайв. Поехали, работаем. Работаем. Два. Три. Твертого не успеваю. Скажется, тоже не успел. 33 кило. Очень неплохой результат. Очень неплохой результат. Очень неплохой результат. Ребята, у меня с видеоролик будете смотреть. Я вот чё-то не ответил. Но здоровочки. Славончик. Лучший дуэлянт второй, который тоже. Здорово, здорово, молодые. Здорово. Разваливаете матчмейкинг. Я стараюсь дать тридцать пяточку. Но, к сожалению, до тридцати пяти не дотянул. Три тысячи. Три тысячи. Без повышенных двойных фондов. То есть, это шесть тысяч за бой было бы. Тридцать четыре кила. Это очень приличный, хороший результат. И это цепешка. И я думаю, что нам надо поработать на ещё одну цепь. Желательно понадеяться на какую-то небольшую карту. Если такая сейчас будет, то постараться дать так же само. Больше тридцаточки. Если дали чуть до сороке, то это будет вообще просто бомба. Но у нас пикает в катку, который 4.30 до конца. И это, конечно, плоховастенько. Но, ладно, стараемся. Стараемся. Стараемся даже здесь попробовать за четыре минутки. Ну, дать хотя бы двадцать пятку. Хотя бы двадцать пятку. Я думаю, что это был бы неплохой показатель для такого боя. Ну, и постараться его выиграть. Было бы тоже неплохо. Есть диктатор, который мне уже раздал овердрайв. Здесь, к слову, резистов от риса уже чуточку побольше. Наверное, потяжелее будет. Но я думаю, что в этом плане расстраиваться не нужно. Ну, и многие ребята, наверное, спросят. Что же лучше, молот или рельса? То есть, молот сейчас находится в жесткой мете. Я имею в виду с дыханием дракона. И рельса со скаутом. Это старый дефолт, старая имба, на которой почему-то уже практически никто не играет. Хоть пушка находится в мете. Она реально может давать очень приличное количество киллов. Да? Я бы все-таки отдал бы предпочтение молоту на средних и маленьких картах. То есть, вот на таких картах, как песочница. Как там сандальчик. Платошечка. А вот если играть на таких больших картах, как Темпл. Вы сами видели, да? Что показывает там рельса. И сколько киллов дает эта рельса. То есть, я вот на таких картах все-таки могу... Хоть и не одеваю. Но могу сказать, что рельса будет намного актуальнее. Намного. Да? Можно овер 30 давать. И это на больших картах сразу, видите, да? Троечку мне дало. Шестерочка была бы на повышенных фондах дополнительных. Поэтому очень достойная тема. И, к слову, мы начинаем выигрывать катку. По киллам, конечно, не все very wonderful. Но, если уж мы берем во внимание... Скептик, скептик. Свою мамонтику. Да, что ты так газуешь? Если мы берем во внимание чисто победочку. То шансы на нее у нас есть в этом бою. Я думаю, что надо будет сейчас попробовать сыграть еще одну катку. И попробовать ее сыграть, наверное, в ТДМ режиме. Либо еще одну ЦП. Вот в чем вопрос. Значит, попробуем, наверное, ТДМ. Там, конечно, дать большое количество киллов, наверное, не получится. В связи с тем, что есть ограничение на максимальное количество киллов команды. Да, 70. И там, скорее всего, ну, если я дам ближе к 30, уже катка досрочка и закончится. Да, при любом раскладе. Но постараемся. Попробуем хотя бы. Посмотрим, что там будет и как. Но нам надо еще выиграть вот этот бой. У нас есть все шансы его забрать. Поэтому я думаю, что надо постараться это дело реализовать. Потому что наши тиммейты хоть и стараются моментами, вырываются по жесткому. Но иногда не получается. Все прям очень достойно. Минутка до конца противник начинает контролировать респ. Накидочку добавляем в центр. Есть овердрайв очень хороший от тиммейта. И остается 59 секунд. Был бы неплохо мне бы вообще играть в этом бою на Викинге с иммунитетом от пробития. Но я его беру очень поздно. Лучше поздно, чем никогда, правильно? 45 секунд. У нас две точки под контролем. Прожимаем овердрайв сразу же, чтобы снять противника и постараться не отдать точку с правого фланга. Есть противник, который это делает. Отлично. О, вернее тиммейт. Две точки под контролем. Централочку сразу на блокшотик вот так вот кидаем. И стараемся не потерять. Но меня уничтожают. 25 секунд до конца наши тиммейты забирают третью точку с. Даже при том, что наша центральная отлетает. Левая будет под контролем до конца боя. И нам надо газовать на правую. Надо газовать на правую. Стараться придержать ее хотя бы немножко. Но у нас улетают все точки. Улетают все точки. Но успеем или не успеем. Две, одна, ноль. И мы все равно выигрываем. Очень неплохо, что я все-таки остался в этом бою. И даже при том, что не дал большое количество килов. Потому что довольно плотно противник прессинговал. Плюс там тайминги уже овердрайвов уходят. На таких боях мы эту каточку выиграли. И это самое-самое главное. Когда вы залетаете в бои, которые уже начаты. И в которых вы уже не можете дать овер большое количество килов. И как-то дико жестко развалить. Поэтому пикаем TDM очку. И здесь уже надеемся на то, что у нас получится дать хорошее количество килов. Но карта большая. И кажется мне, что все очень быстро может закончиться. Но мы не отчаиваемся. Видим овердрайв на центре. Сразу же газуем его забирать. И потом занимать позицию справа. Ту же самую, которую я занимал в предыдущем бою. Только в формате контроля точек. Еще бы попадал бы. Вообще бы цены не было бы в моей игре. А так, с такими, конечно, выстрелами. Ладно, овердрайв жмем. Не знаю, что из этого выйдет. Но хотя бы. Хотя бы троечку я оформил. Там где-то противник проехал. Но на радаре я его не вижу. Значит, он уже довольно далеко уплыл. И стараемся теперь здесь на качке. Накидывать вверх. Хорошие рельсы. Работаем поверху. И надеемся, что он будет прекрасное количество дэмэджа залетать по оппоненту. Так, есть возможность шотнуть ареса. И сразу добавить по викинга рельсе. Вот вам 2 кила с бустера. В быстрый бомбический тайминг. И здесь, если мы касаемся выбора дронов, то бустер 100%. Да, то есть здесь даже нет никакой мысли и секунды раздумий, чтобы взять какой-нибудь другой дрончик вместо бустера. Бустер 100% будет показывать себя намного эффективней. Ну и критические эти уроны на рельсе со скаутом. Это просто бомбовая темочка. Можно по кд наваливать. И очень по красивому. Добавку 1900. Еще бы один бдол был вообще великолепно. К сожалению, не получается. Стараемся через верх реализовать. Тоже не работает. Ну и пока контролим просто позицию. И ждем, пока противник будет открываться. 2800. 1000. Еще 1900 скрита. Очень неплохо. По хоре от жиги тоже накидку оформляем. 1100 добавки. Ну и ждем овер. Вот видите, как на рельсе без урона проходит урон. Без урона проходит рельса, я имел ввиду. Вот как бы все поняли. Так, скажу. В принципе, не поправить себя. Ну, ладно. Прожимаем овердрайв. Очень хорошая позиция противника. Открываются ТП. Можно было бы еще чуть-чуть пораньше сделать. Дал бы еще больше киллов. Там, похоже, наш тиммейт тоже прожрал овердрайв в этот же самый тайминг. Но у нас есть возможность закончить вообще этот бой с нулями смертей. И я буду стараться это делать. Если уж нам дает такую возможность противник, то грех ею не воспользоваться. 17 на 0 я иду. Стараемся. Кидывать. Стараемся надамаживать. И пока все залетает просто очень круто. Очень достойно. Так, арест по стенке. 1900. Очень хороший выстрел залетел. К сожалению, два моих фрага подсосали. Можно было в плюс 2 уходить. Рельса будет открываться вообще в прострел или нет? Хорошо, 900 накидываем. И через верх накидочку сразу по сумаке. Вот видите, катка быстро начинает заканчиваться. Вот представьте, если бы это была бы цпшка, да? То есть у меня за полбоя 20 килов. 20 килов за полбоя. При том, что мне удалось занять эту позицию и ее максимально жестко реализовывать. Очень крутая позиция. И я думаю, что ее надо брать на заметку на дополнительные каточки. 4 минуты боя. 23 кила на 0. Ну, я думаю, что здесь в принципе уже говорить не о чем. Рельса полноценно все еще является той самой супер-мега крутейшей имбовой пушкой со скаутом, с бустером, с викингом. Именно при такой комбинации вы можете получить максимально жесткий результат. И это, по сути, наверное, даже не просто игровой видос и обзор рельсы со скаутом, но и также подборка для викинга лучшей пушки на данный период времени. Вы сможете реализовать викинга рельсу в любом бою. В любом режиме. И добиться максимально большого количества очков. Ну и не сказать, что, конечно, там сверх жестко запотеть надо, но все-таки немножко на лисе стрелять надо. Ну, это скал. Здесь у вас право на ошибок. На ошибку все равно будет намного больше, нежели на каких-то других устройствах. Ну и вы сами видите, какое количество киллов дается на этом устройстве и на этой полностью имбовой жесткой комбинации. У меня, друзья, на этом все. Обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком, подписываться на канал. Как только на этом видеоролике набирается 200 лайков, выходит следующий игровой видеоролик. У меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.